Число психических больных растет по всему миру. В этом смысле Россия выбивается, как ни печально, в лидеры. Если во всем мире в среднем наблюдается 15% людей, нуждающихся в психиатрической помощи, то в России эта цифра достигла 25%. То есть каждый четвертый человек в России страдает той или иной формой психического расстройства. Специалисты, наблюдающие эту обстановку, зафиксировали тот факт, что стремительно увеличилось число психически больных после 90-х годов. То есть в тот момент все население страны получило очень серьезную психологическую травму. Это именно тот посттравматический синдром, который сейчас переживает общество. Очень сильно консервативная, абсолютно лишенная информации и прозябающая во времена загнивания Советского Союза, оно вдруг было брошено. Очень серьезные условия капиталистической выживаемости, конкуренции, накопления капитала, безработицы и прочих вещей, в том числе и большого количества материальных благ, которые свалились на население, у людей тут же выросли непотребные желания иметь все и сразу. А в результате они столкнулись с тем, что есть необходимость либо брать кредиты, либо работать на нескольких местах, либо совершать какие-то преступления, жить в страхе и прочее, и прочее. Кроме того, очень важным фактором для увеличения психических заболеваний в России связаны с потомственным многолетним алкоголизмом и очень большой процент эпилептиков в России. К тому же эти уже изначально нездорово рожденные дети затем попадают в условия, когда так называемое воспитание родителей, я делал уже об этом отдельные ролики, просто усугубляют их положение. В результате российские дети страдают реальными, маниакальными, депрессивными состояниями. Очень многие подвержены фобиям, страхам. Российские дети весьма агрессивны, громко разговаривают, плохо себя ведут. Либо серьезно забиты своими родителями и внутренним концентрируют свою агрессию, которая затем может вылиться в различные противозаконные действия. Типичный пример маньяка Пичушкина. Это был ребенок у матери-одиночки, очень послушненький, такой, знаете, руки на коленочках. Никогда ничего не делал, а затем, уже в половозрелом состоянии, он убил около 80 человек. Причем убивал совершенно спокойно, не испытывая абсолютно никакой эмпатии к своим жертвам. Легко рассказывал о них, получал удовольствие во время судебного процесса. Пичушкин – это такой типичный советский, а теперь и российский ребенок, тот, кого забили с детства, запуганный во всем, затем выливает свою агрессию или, скажем так, способен получать сексуальное разряжение только при виде мучений своих жертв. При этом увечья, которые он наносил людям, с каждым расом становились все изощреннее и изощреннее. Вообще, советские маньяки, о которых не принято было говорить сейчас, когда открываются эти дела, поражают своей жестокостью и количеством жертв. Они гораздо переплюнули всех, даже самых знаменитых маньяков Запада. Помимо потомственного алкоголизма существует проблема наркомании, массовой бедности, отсутствием работы, страха из-за того, что придется что-то потерять или неспособности платить по кредитам. Если в странах Запада в этом случае есть такая подушка безопасности, в какой-то момент ты можешь объявить себя в конце концов банкротом и тебе спишут все долги, 6 лет посидишь на пособии, а затем, пожалуйста, можешь опять эти долги делать, то в России такой возможности нет. Ну, помимо прочего, огромный вклад в увеличение числа психически больных людей вкладывается, конечно же, российской властью, культивируя образ врага. Достаточно включить российский телевизор, и вот вы там увидите все симптомы. Россия одна единственная, находится в окружении врагов со всех сторон. Это не обязательно только западные страны, но это и Азия, это соседи по периметру. При этом тот когнитивный диссонанс, который и так присутствует в головах российских людей, еще больше подогревается. Любую сферу, какую ни возьмите, во всем когнитивный диссонанс. С одной стороны, говорится, что Россия великая. Ну, например, типичная мода последних лет говорить о том, что когда-то в России была некая ведическая культура, что русский язык – это вообще язык, который переняли все западные народы. Ну, скажем, типичное заблуждение о том, что русские мылись, а в Европе люди не мылись. И в то же время не дается понимания того, а почему уже произошло так, что другие народы не переняли ничего у российского народа. И более того, не говорится о том, что не могли западные страны перенять ту же традицию мыться, потому что они просто были старше на несколько столетий. И есть документальные доказательства, книги, гравюры, рисунки, изображающие боющихся людей в Европе еще в 5-9 веке, в то время как в России в это время не было практически ничего. И вот так во всем, какую тему ни возьми, делаются голословные заявления о том, что Россия была великая, но никаких вещественных доказательств этому нет. Всего лишь фантазии, сплошные фантазии, которые в конечном счете и приводят к тому, что самый большой процент психических расстройств в России – это шизофрения, то есть расщепленное сознание. Когда человек начинает думать как бы одну историю и другую, более того, в реальной жизни у него появляются видения, кажущиеся ему настоящими. Я не удивляюсь тому, что некоторые люди, например, в теме о Боге, пишут мне, что слышат голоса и реальные подтверждения существования Бога. Когда я аккуратно говорю этим людям, что не мешало бы вам обратиться к врачу, если вы на самом деле слышите какие-то голоса, в тот же момент идет ответ. Нет-нет, что вы, я не больной, вы просто лишены этого, а вот у меня это есть, я точно могу сказать, что Бог есть, ангелы есть, они разговаривают со мной. Еще очень важный момент заключается в том, что на Западе люди, которые имеют хоть какие-то поползновения в сторону психических расстройств, тут же обращаются к врачам, психиатрам или психологам. Во-первых, они получают помощь, таблетки, дальше их ставят на учет. Это делается для того, чтобы человек мог раньше уйти, например, на пенсию, либо вообще получать пособия как недееспособные. Поэтому люди охотно идут за помощью к врачам-психиатрам. В России же это считается стыдным поступком, и поэтому люди, даже если в их собственной семье они наблюдают отклонения у своих близких, ни у кого не возникнет желания идти за помощью к психиатру до тех пор, пока не произойдет что-то выбивающееся из норм поведения, либо состояние такого человека невозможно будет скрывать. Поэтому можно не удивляться, что в России самый большой процент самоубийств среди подростков, это не всегда именно обстановка виновата, часто это именно психически нестабильные дети, рожденные от тех самых потомственных алкоголиков. Одним словом, проблема в России глобальная. Но представьте себе, если в вашем окружении каждый четвертый человек страдает той или иной формой психических расстройств, и дальше не будет лучше. Чем больше будет усиливаться стресс, тем больше людей будут сходить с ума. Поэтому, собственно говоря, можно не удивляться, если мы читаем какую-то российскую хронику. Ну, например, посмотрите любой выпуск Дмитрия Иванова Камикадзе. Иногда кажется, что он зачитывает хронику куда-то из сумасшедшего дома. На самом деле, этот сумасшедший дом называется Россией. Россия превратилась в одну большую психиатрическую клинику, где нормальных, адекватных людей фактически не осталось, а те, кто находятся там, живут в состоянии постоянного стресса, нагнетания обстановки, в том числе со стороны уже психически нездоровых людей. Если вам удается завести контакт с теми несколькими здоровыми, считайте, что вам повезло. не знаю, как сейчас здесь видно, нет, солнце светит прямо в спину. Вот мухомор, вот сижу за рулем в своем автомобиле Рено. Вот сейчас съем мухомор и поеду домой. Запил отваром калина. Вот ножку, ножку доедаем. Мухомор начал действовать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok И так далее. Каждый раз, когда ее видел, я выходил на улицу, а я в масленке там часто выскакивал, это же гараж по сути. Я выскакивал на улицу, а так как ворота выходили на западную часть, на западную сторону света, то естественно я видел эту звезду постоянно. Но по сути, потом появились ролики, люди снимали и прислали их к Сол Гудману и как выяснилось, это прямоугольник. Это был прямоугольник. А я, кстати, когда на нее смотрел, мне всегда казалось, что лучи из нее выходят вертикально и горизонтально, то есть строго сверху вниз и слева направо по горизонту. То есть это был прямоугольник, который висел соответственно четко вертикально и горизонтально. Внутренним вот этим своим ощущением, о котором я неоднократно говорил, я ощущал, что я делаю все правильно. И мне так хорошо от этого становилось. Вот прям не представляете. И у меня это стало правилом. Вот сколько времени она висела в небе, сколько месяцев, я ее все время посылал открытым текстом про себя. Хуями крыл прямо по-черному. Кукарикул! Я золотая курочка! Покиньте магазин, пожалуйста. Пусть дождет, а пусть ее добирают марки. Кукарикул, пидорас! Кукарикул! Кукарикул! Пидорас! Дай золото-серебра! Дай золото-серебра! Кукарикул! Кукарикул, пидорас! Пойдет! Кукарикул! Кукарикул! Бог, жизнь, движение. Вы же молодые. Ноги еще шевелятся. Она ходит, смотрите, ей 60 лет. Она ходить не может. Почему? Голову убери, ноги заходят. Голову убери, правильно? Ноги заходят. Голову убирай.